Друзья, вы по-прежнему на канале Диктатуру Закона. Всем привет! Представляем вашему вниманию вторую серию борьбы с коллекторами Каспий Банка. Тут некоторые хейтеры вопрошали, мол, не может преуспевающий банк так относиться к своим клиентам. Алло, шоу, пан Маратовна, здравствуйте. Здравствуйте, алло. Тередический департамент Каспий Банка. А кто-то сомневался, что этого айдоса не существует и никто его не найдет. Я вот вам позвоню тогда, просто от нервозности, это не ваш адрес голоса, просто я наговорил всякие ерунды. Действительно, я искренне прошу прощения у вас. Друзья, сегодня, как и обещали, получив ответ с Национального банка Республики Казахстан, рассказываем в это видео, как прошла проверка и как это обернулось для обидчиков нашего доверителя. И как при этом среагировал на эту ситуацию Каспий Банк. По вашим просьбам, все самое неожиданное прямо сейчас. Итак, поехали. Друзья, как вы, наверное, уже поняли, к разрешению любого вопроса мы подходим тщательно и обстоятельно. Ведь ничего не ценнее, чем истина и законность. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Наша правда заключается в том, что первое случилось это. Алло. Мой должен тебе муж, долг твой исполняет, и лоточку тебе делает. А я тебе ничего не должен, ты меня поняла? Чего мой муж? Я тебе, ну я тебе вообще ничего не должен. Вы все сказали? Вы все сказали? Вы все сказали? Второе, мы запросили информацию с самого Каспий банка, который нам ответил, что часть прав и обязанностей банк передал в ТО коллекторское агентство Коллектор Инвест. Без уступки прав требований по займу. Это означает, друзья, что долг никому не продавали. Долг как принадлежал Каспий банку, так и остался им принадлежать. Ну а третье, мы посетили Коллектор Инвест. При встрече с коллекторским агентством, они нам пояснили, что у них больше нету дела Оугамбаевой, и что они сами прекратили сотрудничество с Каспий банком. А к оскорблению Шолпан Маратовне, они и вовсе не имеют никакого отношения. Вопрос один, вы мне дайте Айдоса, данные, которые работают в вашей компании, коллекторагент. Нет такого Айдоса, можете запросить в Национальном банке Республики Казахстан. Айдоса сотрудника? Нет. Когда вы звонили Шолпан Маратовне, вы работали в коллекторском агентстве? Я уже увольнялся, я уже уволился. А до этого работали, да, в коллекторском агентстве? До этого, да. А вот именно коллекторское агентство, коллектор финансы или коллектор инвест? Коллектор инвест. К сожалению, сейчас мы прекратили свою деятельность, здесь я полностью всё отозлала. А в связи с чем? А в связи с чем мы прекратили? Отданы biomolec noma, потому что мы не хотим больше сотрудничать с Каспий банком. Отданы biomolec noma, потому что мы не хотим больше сотрудничать с Каспий банком. Ну а Национальный банк ответил, что Каспий Банк отозвал материалы дела Пау Гамбаевой 4 апреля 2019 года и передал его другому агентству. Уважаемые коллектора, не обманывайте людей, от правды не убежишь. Вот ты обманул кого-то, денег нажил и чего-то, сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет, а тот, кого обманул, за ним правда. Значит он сильнее. В свою очередь Национальный банк Республики Казахстан при проверке коллекторского агентства установил, что при взаимодействии с должником коллекторскому агентству запрещается осуществлять следующие недобросовестные действия, в том числе оказывать давление путем угрозы применения насилия, либо уничтожения или повреждения имущества должника, оскорбления, мошенничества, подлога документов и шантажа для погашения кредита. Таким образом, Национальный банк Республики Казахстан выявил, что со стороны агентства допущены нарушения требований под пункт 5 ст. 5 Закона Республики Казахстан о коллекторской деятельности, выразившиеся в оскорблении заемщика. По вышеуказанному факту будет рассмотрен вопрос по согласованию с центральным аппаратом о применении ограничительной меры воздействия в отношении агентства. Национальный банк страны рекомендует, что за защитой своих прав и интересов заемщик может обратиться в правоохранительные органы и в суд. Ну а друзья, пока мы ждали завершения этой проверки, нам удалось поговорить с главным и, пожалуй, самым богатым коллектором нашего времени. Булат, я думаю, самое время просто пояснить, что вообще произошло. Попросить прощения у вас, объяснить ситуацию. Я работал в коллекторской компании, не от хорошей жизни, тоже заработаю, семья, у меня четверо детей. Я вот вам позвоню тогда. Я тебе, я тебе вообще ничего не должен. Вы все сказали? Вы все сказали? Вы же ты, блядь, смотрешь канал? Я тебе еще раз говорю, иди оплачу свой долг. Просто от нервозности. Это не ваш адрес был, сказать, просто я наговорил всякие ерунды. Долг, когда ты закроешь, в каждой банке? Когда деньги будут. А когда у тебя деньги будут, в щебродках? Я лично сейчас все эти дни вообще не сплю толком, переживая то, что вообще просто вам высказался. У всех есть сестренка, вы чья-то сестренка, чья-то дочь. Я буду с тобой только разговаривать, с мошенницей, так и надо разговаривать. Я искренне прошу прощения у вас. У меня мучает совесть. Я пришел сюда от того, что вы не сплю. Хотел просить прощения. Да, и потому что я нищебродка. Вот тебе родители, зачем вообще родили, так и нищебродка? У меня тоже есть сестренка, да, я понимаю. Стал бы у вас, себя на ваше место. Тоже здесь сестренка, и если бы, конечно, так нагрубили бы, мне тоже было бы неприятно, чтобы вам было бы еще раз прощения у нас. А вы с какого номера звонили? Со своего номера звонили или со служебного номера звонили? С служебного, с тяжелого номера. Коллекторское агентство находится по какому адресу? Куда я вернулся? Лично я пришел сюда от себя. Просто меня замучила совесть в этом плане. Хотел бы ты извиниться, перешел по маратам. Потому что я уже не могу, у меня тоже это переживание постоянно. Ты скажи конкретно, если есть какая-то обида, например, на юридическую кампанию, на видеоблогера, на канал Танирберген, ты просто сразу обозначь, чтобы завтра не было таких, завтра, чтобы опять начать что-нибудь там писать. Ничего не будет, все на этом. Я пришел сюда как бы все решить. Обид никаких нет. Не на борт. На этом смотрим, мы как бы исчерпаем вопрос. Все, закроем, раз и навсегда. Все хорошо. Друзья, если по конкретно этой ситуации мы более-менее разобрались, но нам непонятна текущая позиция Каспий-банка, которые в свою очередь пишут, что содержание видеоролика не соответствует действительности, основано на предположениях и направлено на распространение заведомо ложной информации, ответственность за которую предусмотрена уголовным законодательством Республики Казахстан. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Итак, привет, друзья. Только я сейчас вышел с ДВД, значит, общался со следователем по вопросу, как оказалось Каспий-банка. Видимо, слишком мы достали вместе с Жасуланом из диктатуры закона эту организацию, в результате чего этот Каспий-банк написал в ДВД заявление о том, что якобы нанесен урон деловой репутации, распространение неподтвержденных порочащих сведений, и они уповают на то, что после разбирательств полицейские примут их сторону и передадут дело в суд уже с материалами дознания, где будут опрошены все свидетели и участники данного действия. Вот не хотели мы раздувать эту ситуацию по этому поводу, но раз уж мы стали участниками этого скандала, мы понаблюдаем за ходом расследования и расскажем об этом в следующих сериях. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Это был первый правовой YouTube-канал Казахстана. С вами был Кайрат Жасулан. Подписывайся на наш канал и будешь в курсе всех наших обновлений. Всем огромной удачи и пока!